Дорогие друзья, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. И в этом видео я хочу поговорить о том, что же действительно едите вы на ужин. Вчера у меня чуть выше на канале вышло видео, что нельзя есть на ужин и почему. Это очень важно, поэтому обязательно посмотрите прошлое видео и потом можно уже включить сегодняшнее видео. Под прошлым видео я попросила написать моих дорогих подписчиков-зрителей о том, что вы предпочитаете есть на ужин. И многие из вас откликнулись, за что вам большое спасибо. Я вижу ваши комментарии и сегодня хочу прокомментировать, что же едят мои подписчики на ужин. Предпочитают, едят, что хотелось бы есть. Сегодня об этом поговорим. Я очень рада вас видеть, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, делитесь вашим мнением. И в следующих видео мы разберём самые интересные мнения и комментарии. Ну что, друзья, я говорила про то, что на ужин, во-первых, стараться не есть перед сном. Хотя бы, чтобы прошло 2-3 часа, так как на голодный желудок спать гораздо легче. И организм всё вот это вот за целый день нажитое будет легче переваривать, чем если вы наедитесь и организм всю ночь это будет переваривать. Так, на ужин. Вот подписчики, значит, пишут, что, во-первых, тяжело ничего не есть, так как плохо сложно уснуть. Это абсолютно неверная позиция. Вы попробуйте. Тяжело первые 2-3 дня, потом вам будет намного легче. Вы почувствуете, что у вас идёт вот этот метеоризм, постоянное вставание в туалет, что вы будете лучше себя намного чувствовать. На ужин я бы съедал, один из подписчиков пишет, какой-нибудь салат, шпроты, рыбу, суши, ким-чим с настоящим раменом, осьминога на гриле, креветки с морской капустой, жаркое с маринованными огурчиками, помидорами, грибочками, кусочек сыра и запивал бы бутылкой кефира, горячего шоколада или компотом с орехами. От совместности зависит. Вот, съедал бы, но опять же, смотрите, если отлично, что вы хотели бы съесть рыбу-салат, осьминога, креветки, жаркое с маринованными огурчиками, точно нет, мы в прошлом видео это обсуждали. Грибы тоже не рекомендую есть на ночь, очень тяжёлая пища. И, ну, по поводу горячего шоколада, компот с орехами, это тоже не рекомендуется, всё-таки горячий шоколад содержит много, достаточно сахара, действительно. Но не видела я состава, где горячий шоколад не содержит сахара, поэтому, нет, здесь не рекомендую. Вот, мужчина готовит сам, поэтому можно здесь выбирать свой рацион, это просто прекрасно. Я обычно ем на ужин зелень и много белка. Если днём белка получил много, то могу одной зелени поесть. Одна из проблем современного человека, по мнению ряда грамотных диетологов, это то, что человек изменил свои привычки в питании и отошёл от норм питания, под которыми создана наша пищеварительная система и наш организм в целом. Мы стали есть слишком много углеводов и очень простых углеводов. От этого люди болеют. Единственный полезный углевод – это натуральная клетчатка, которая чистит организм и питает полезную микрофлору пищеварительной системы. Крахмал – это тот же сахар, то есть простой углевод. Здесь я с вами абсолютно согласна, абсолютно согласна. Вы большой молодец, если действительно вы едите много белка и много зелени. Это потрясающе. Я думаю, что вы видите результат на своём здоровье, как выглядит ваша кожа, насколько улучшилось ваше здоровье. Ушёл метеоризм, стал лучше работать желудочно-кишечный тракт. Обязательно напишите под этим видео, если это действительно так. Потому что, друзья, сложно перестроиться. Я знаю, что большинство едят достаточно поздно на ночь. Вот это всё вредная еда. То есть даже здесь я хотел бы, подписчик мой пишет, есть жаркое с маринованными огурчиками. Но нельзя есть жаркое с маринованными огурчиками. Во-первых, это всё трудносовместимые продукты. Во-вторых, тем более на ночь. Если вы хотя бы съедите на обед, и то кусочек мяса может быть с маринованными огурчиками. И то это будет большая такая проблема для нашего желудочно-кишечного тракта. А если вы ещё это всё на ночь съедите, Жаркое, я так понимаю, там картошка, которая жареная, там тушёная, но всё равно она обжарена в масле. Мясо, про что мы вчера говорили, достаточно жирное, что тоже негативно сказывается на желудочно-кишечном тракте. Так вот, один из подписчиков пишет, что пельмени, хинкали, хачапури очень подходят. Но здесь я не рекомендую. Я сама люблю хинкали, хачапури раньше очень любила. Но, к сожалению, надо заботиться о своём здоровье. И можно съесть хинкали, хачапури, но в первую половину дня нельзя есть на ночь. Это очень тяжёлая пища. Это углеводы, это сыр, который негативно тоже сказывается. Читайте сейчас, кстати, состав сыра. У меня просто уже сайт. Я купила в магазине сыр. Это просто какой-то тоже химический продукт. Поэтому здесь тоже нужно подходить к этому очень-очень аккуратно. Дорогие друзья, чтобы поддерживать ваше здоровье в норме, специально для мужчин, я разработала препарат «Мужская мощь» доктора Ольга Придухина. В своём составе содержит цинк, селен, витамин С, витамин Д3, натуральный экстракт джиншени и юхимбина, которые являются природными афродизиаками и оказывают воздействие с первых дней приёма. Я рекомендую длительный приём, регулярный, для достижения самых сильных результатов. Мужская мощь используется как в профилактических схемах, так же используется в лечебных схемах для лечения сексуальных дисфункций, для повышения либидо, для повышения уровня тестостерона. Друзья мои, я вам крайне рекомендую. Ссылка будет первая в описании под этим видео. Абсолютно натуральный состав. Нет тяжёлых металлов, красителей, ароматизаторов, фенолов, ртути, что очень важно. Поэтому мы можем принимать длительно и получать самые хорошие результаты. Производится в России сырьё абсолютно натуральное, проверенное. И при длительном эффекте многие мои пациенты ощущают потрясающие результаты. Ссылка первая в описании. Заказывайте, пробуйте и ощущайте результат. И будьте здоровы!